Сегодня мы хотим провести эфир с Еленой Владимировной Ларионовой, адвокатом, которая расскажет нам про статью 133. Значит, смотрите, о чём я хотела спросить. Наши депутаты сейчас рассматривают в Мажелисе закон о приёмных профессиональных семьях. Он называется по-серьёзному как-то по-другому. Сейчас я название найду попозже. Но смысл такой. Приёмные профессиональные семьи предлагают помещать детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, и детей, которые находятся в трудножизненной ситуации. Это очень обширные понятия. У депутатов это тоже вызвало вопросы. Но Игорь Владимирович Лепёха, наш замминистра МВД, он сказал, что в статье 133 социального кодекса прописаны уже все основания. Но он перечислил оттуда только четыре. Он перечислил сиротства, отсутствие родительского попечения, безнадзорность. А остальное он подвёл под другие категории. И вот у нас возник вопрос. Ну, сиротством понятно, ладно. Но и то у ребёнка сироты могут быть родственники какие-то, да? А мы настаиваем на том, чтобы ребёнок помещался в первую очередь к родственникам. А вот можете рассказать подробнее, что подходит под отсутствие родительского попечения, безнадзорность и другие категории, как говорит Игорь Владимирович Лепёха? Да, конечно. Давайте раскроем подробнее эти понятия. Начну с того, что я тоже обратила внимание на эти публикации в социальных сетях, в том, что у депутатов начали возникать вопросы в том, что же всё-таки такое дети и лица, которые нуждаются в специальных социальных услугах. Это очень радует, что такие вопросы возникают, в том, что ранее неоднократно говорилось, что это мы видим то, чего нет. Получается, что не только мы, всё-таки наши законотворцы тоже начали об этом задумываться. Это, конечно, очень хорошо. Действительно, замглавы МВД озвучил то, что в статье 133 из социального кодекса предусмотрены все основания, по которым дети будут признаны нуждающимися в специальных социальных услугах, в том числе и в передаче в приёмную профессиональную семью. Но список там действительно очень обширный. Если по первым двум пунктам вопросов особо не возникает, это сиротство и отсутствие родительского попечения, то есть это тот контингент детей, которые сейчас помещаются в детские дома. Хотя я всецело согласна с вами, что прежде чем ребёнка туда отправлять, необходимо все меры принять для того, чтобы всё-таки могли его забрать родственники. Сейчас очень много припомнений по этой части, потому что близкими родственниками считаются только родители, дети, бабушки, дедушки. Тёти и дяди, даже если они под одной крышей с ребёнком проживают и всю жизнь его знают, они на общих основаниях вынуждены собирать пакет документов. И, конечно, именно с этого надо бы начинать работу и устранить по максимуму все препятствия для родственников, близких, не очень близких, чтобы они без бюрократических процедур могли бы ребёнка быстро взять. Но это вот те первые категории, по которым более-менее логично, понятна передача ребёнка в учреждение, либо, как планируется, профессиональную семью. Дальше следующая категория – безнадзорность несовершеннолетних. Здесь хотелось бы остановиться, потому что это тоже понятие достаточно широкое. Безнадзорные – это не те беспризорники, которые мы видим в фильмах про революционные годы. Это не означает, что ребёнок грязно-голодный на вокзале сидит, попрошайничает. Нет, если обратимся к терминологии, на данном законе о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждений детской безнадзорности и беспризорности, и там указано, что безнадзорность – это социальное явление, характеризующееся отсутствием надлежащего контроля за поведением, образов жизни несовершеннолетних, способствующие совершениями правонарушений. То есть ребёнок, совершивший любой проступок, правонарушение, пришёл домой поздно, после истечения того времени, когда детям разрешается находиться один беззаконный представитель. На детской площадке по хулиганию написал маркером на горке, условно говоря, «Саша дурак». Ещё какие-то проступки совершил в школу, пропускает регулярно. Поругался с родителями, хлопнул дверью, убежал в ночь. Всё это формально попадает под категорию безнадзорность. И в принципе это те проступки, которые можно урегулировать, не из-за мая ребёнка из семьи. Все мы были детьми, все мы были подростками, все понимаем, насколько это трудный возраст. И если ребёнок такое творит, совсем не обязательно, что родители не справляются. Просто это этап, который нужно пережить, и семье нужно помочь. Но тем не менее безнадзорность попадает опять же в перечень категорий, при которых семья была признана нуждающейся в специальных социальных услугах. И в общем-то здесь вполне могут расценить таким образом, что родители с ребёнком не справляются, должного контроля за его поведением не осуществляют, значит, есть все предпосылки к тому, чтобы его передать в приёмную профессиональную семью. Так, пойдём дальше. Елена Владимировна, можно я вот тут немножко уточню? Вот смотрите, я сижу и думаю. А вот наши родители, например, да, время было другое. Наши родители были всё время на работе, и мы часто были предоставлены сами себе. А вот такое, например, когда оба родителя на работе, да, дети пришли из школы, сами там греют ужин, что-то делают, и за ними никто не смотрит. Вот под это определение оно не попадёт? Зависит от возраста детей. То есть, безусловно, если дети маленькие, посчитают, что они находятся в ситуации, как-то опасной для жизни и здоровья, то есть, что они самостоятельно не могут дома находиться, и как бы даже домашняя обстановка несёт для них какие-то угрозы, то, в принципе, это тоже могут расценивать как безнадзорность. Понятно. Значит, ну все в детстве были безнадзорными. Ну, получается так. Кстати, нахождение родителей на работе абсолютно от ответственности не освобождает. У нас несколько лет назад была ситуация, когда привлекли к ответственности родителей за то, что в дневное время они находились на работе, дети школьного возраста вполне уже самостоятельные, не маленькие дети, пошли после школы погулять, побаловались, так скажем, немного на нашем местном памятнике, венок там ощипали. Родители привлекли к ненадлежащим исполнению родительских обязанностей, хотя, собственно, ну а как они могли их исполнить, находясь на работе в дневное время? Ну, тем не менее. То есть, это вот как раз-таки к случаям безнадзорности. Хорошо, спасибо. Так, идём дальше. Ограничение возможности раннего психофизического развития детей от рождения до трёх лет. То есть, это какие-то, я так понимаю, особенности развития, нарушения зрения, слуха, речи и так далее, которые к инвалидности не привели, потому что для инвалидности там отдельная категория предусмотрена. Ну, это особенности, которые требуют, скажем, повышенного внимания к ребёнку и подставлениям каких-то социальных услуг, садики специализированные, то или иное лечение и так далее. То есть, казалось бы, вообще никаких оснований нет для того, чтобы такого ребёнка из семьи забирать, потому что у него могут быть вполне любящие, благополучные со всех сторон родители. Но, коль уж он здесь находится в этом перечне, в списке статей 133 социального кодекса, и коль уж наши государственные органы озвучивают, что именно эта статья 133 будет являться основанием для того, чтобы детей в том числе помещать в приёмные семьи, возникает большой вопрос, потому что закон должен читаться буквально, как он написан. Если вот такие дети в этом списке, то они, получается, тоже оказываются в потенциальных кандидатах, скажем, в передачу приёмной семьи, если посчитают, что их кровная семья по каким-то основаниям не может им обеспечить вот это психоэмоциональное развитие на должном уровне. Дальше. Инвалидность или стойкие нарушения функции организма, обусловленные физическими или умственными возможностями. То есть, тоже самая ситуация. Есть в семье ребёнок-инвалид. Понятно, что родители при этом могут быть вполне благополучны, но, тем не менее, они точно так же в этом списке. Далее идёт ограничение жизнедеятельности вследствие социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Тут, опять же, это не только опасные инфекционные заболевания, как туберкулез и ВИЧ. Здесь очень обширный список, он прямо у нас утверждён на уровне приказа министра здравоохранения, где в том числе онкологические заболевания, сахарный диабет, который очень часто у нас встречается, в том числе и у детей тоже, к сожалению. Психические поведенческие расстройства, детский церебрарный паралич, инфаркт миокарда, ревматизм. То есть вот такие заболевания, которые, в принципе, могут возникнуть у любого члена семьи, независимо, опять же, от материального благополучия. И эти дети, эти семьи, опять же, оказываются в группе риска, потому что находятся в статье 133 кодекса. То есть вот, можно я уточню, для меня это честное открытие, даже если, ну, так вот, опять же, утрируем, но если у человека, вот, про, сейчас, я, честно, я даже речи потеряла от удивления, социально значимые заболевания, для меня это были те, которые, ну, вот, как вы сказали, что туберкулёз, там, что-то опасное, да, получается, то есть какой-то список, по которым даже, например, если мама больна диабетом, то она попадает под вот это специальное оказание услуг, то есть под оказание специальных, специальных услуг. Я, честно, я шокирована. Я точно так же шокирована, потому что я думала, что это очень узкие перечни, и там заболевания, которые действительно несут какую-то угрозу для окружающих. Но вот я его открываю, называется «В утверждении перечни социально значимых заболеваний приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года». За номером 108 дробь 2020. И вот здесь перечислено, то есть помимо туберкулёза, ВИЧ, хронических вирусных гепатитов, циррозы печени, и пошло дальше, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические поведенческие расстройства, детский церебрарный паралич, острый инфаркт миокарда первых шесть месяцев, ревматизм, системное поражение соединительной ткани, ну и дальше орфанные заболевания, это очень редкие заболевания, которые встречаются в специфическом лечении, так скажем. Вот это весь список, которые являются социально значимыми и, соответственно, попадают в эту категорию. Да, вы меня сегодня шокировали, честно, с этим списком. Вот. Давайте тогда дальше рассказывать, что там ещё есть. Пойдём дальше. По поводу жестокого обращения, приветствующих к социальной дезадаптации, вчера мой коллега уже достаточно подробный, я даже не буду останавливаться. Дальше идёт бездомность, лица безопределённого места жительства. Здесь опять же сложность терминологии, я когда искала сейчас перед эфиром правовые акты, на которые можно сослаться при определении бездомности, нашла его только в одном правовом акте, где идёт речь о порядке условий содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества. Только там дан этот термин, что такое лицо, не имеющее определённое место жительства. И буквально это лицо, не имеющее регистрации по месту жительства или жилища на территории Республики Казахстан. У меня вот такая формулировка тоже, так скажем, ввергает в шок, потому что далеко не у каждого есть жилище на праве собственности. И сейчас иногда довольно затруднительно зарегистрироваться в квартире, если собственник против того, чтобы там, бытовым языком выражаясь, кого-либо прописать. И формально эти критерии попадают любой человек, у которого на праве собственности жилья нет и по каким-то основаниям прописки нет. То он может быть в данном случае признан лицом, не имеющим постоянного определённого места жительства. А ситуации могут быть разные. Жильё может пострадать в результате пожара, потопа. Бывают часто семейные обстоятельства, когда в результате раздела имущества женщина с детьми остаётся на улице буквально. И вот они в такой ситуации попадут в эту категорию. То есть получается, опять же, вот я перевариваю сейчас это, потому что для меня настолько шокирующе, опять же, любая мама, да, у которой нет собственности жилья, и которая, например, нигде не прописана, попадает под определение лица безопределённого места жительства. То есть это не те, да, вот как мы, бомжи говорили, что которые живут на теплотрассе, да, и социальным поведением славят, там, выпивают или ещё что-то, а это просто мама, которая нигде не прописана, и у которой нет жилья. Совершенно верно. Вот у нас вся проблема в этих формулировках, под которые при большом желании можно подогнать практически любую семью. Вы меня сегодня очень шокируете. И поэтому, безусловно, законопроект требует тщательной доработки именно в части применения статьи 133, но нельзя её применять в том варианте, в котором сейчас предлагают наши госорганы, чтобы взять её просто и посчитать основанием для того, чтобы оказать семье эти специальные социальные услуги. Нет, конечно, не из каждой семьи ребёнок должен передаваться, если мы вообще рассматриваем его просто, что он должен передаваться в профессиональной семье. Безусловно, надо исключать оттуда и безнадзорность, потому что это та ситуация, которая всё-таки может решиться внутри семьи. Да, семья может быть поставлена на учёт, да, за ней должен вестись контроль, но никаких таких вот жизненных оснований для того, чтобы взять ребёнка и передать другую семью, я считаю, здесь нет. Безусловно, должны исключаться все моменты, связанные со здоровьем, потому что это не вина родителей. В любой семье может такой ребёнок родиться, либо стать таким в результате какого-то заболевания, травмы, несчастного случая. И это никак не характеризует родителей с отрицательной стороны. И нельзя наносить ещё большую травму тем, что вот этого ребёнка будет из-за мать куда-то передавать и так далее. Поэтому, безусловно, нужны корректировки, оставить, может быть, первые два пункта в части вот дети, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, но при условии, что будут обеспечены права всем родственникам, ещё раз повторюсь, что близким, дальним родственникам для того, чтобы именно у них в первую очередь был приоритет, а не у каких-то профессиональных родителей, которые в любом случае, пусть они даже профессиональные, получили там кучу дипломов, сертификатов и так далее, но они в любом случае близких людей заменить не могут. Спасибо большое, Елена Владимировна. Я, честно говоря, пребываю в шоке от вот этого списка. И сейчас коротко давайте пройдёмся, о чём мы сегодня говорили. Значит, наши законотворцы, говоря о том, по каким критериям будут изыматься дети из семей, говорят, что это статья 133 социального кодекса. Перечисляют в ней лишь несколько пунктов, хотя на самом деле, вот в эфире нам Елена Владимировна рассказала, одним пунктом меня очень шокировало, то, что кроме того, что перечисляют наши законотворцы, там ещё очень много страшных пунктов, по которым могут захотеть причинять добро детям, скажем так. Спасибо большое, Елена Владимировна. Вам спасибо за организацию эфира. Хорошего вечера всем.